Будет два доклада, но перед тем, как мы начнем доклады, я как раз вернулся с конференции DevOps. Это одна из крупнейших конференций, наверное, самая крупная конференция в Европе, которая проходит. И там даже произвучали некоторые вещи, более интересные, чем на Java 1, хотя они по идее должны были, как раз на Java 1, прозвучать, касательно будущего и нововведения Java. Вот я тут сделал... Да, нет, спасибо. Несколько слайдов. Это, кто не знает, Brian Burtz, архитектор и ключевой человек, который определяет будущее Java, на сколько у него хватит в стороне, на столько и определяет. Но до 10-11 версии, я думаю, точно. То есть они говорят, что у них есть планы по будущему Java на 10-15 лет вперед. То есть задумки у него сейчас над этим работают. Вот. Вот то, что он показал на конференции, это не значит, я предупреждаю, и он это очень просил указать, это не значит, что вот те нововведения, которые я покажу с его слайдов, они будут в 10-й версии Java. Они могут быть в 10-й, могут быть в 11-й, могут вообще не быть. Это просто некие размышления на тему того, что может быть, когда-то будет Java. Поэтому он просил не твитить, что вот в Java 10 будет вот это. Вот. Хорошо. Итак, что же будет из таких вот, ну, довольно простых вещей, но интересных? Во-первых, будет усовершенствовано такое понятие, как type inference. Если вы объявляете переменные, локальные переменные внутри метода, то вам в ряде случаев, если тип может быть выведен, не надо будет указывать тип переменной. Просто вы пишете var, variable, ключевое слово, как в JavaScript, да, через var объявляется переменная. Так, как в JavaScript, вот, имя переменной, ну и дальше уже new или чего-то там такое. Ну, ничего не мешало сделать. Вот. Ну, вот до этого сейчас решили, что... Да, да, да. То есть вы увидите, что много чего Ламбок уже позволяет делать. И так есть. Как бы ключевой посыл также отправлено кется в том, что мы не стараемся в Java включать самые классные новые вещи. Мы туда включаем лишь вещи, которые были проверены практикой и показали, что они довольно успешные. Поэтому, если вот Ламбок, всем нравится Ламбок, всем пользуется, ну, поэтому вот можно теперь и включить. То есть в Java никогда не будет чего-то нового, не надейтесь. Она будет постепенно-постепенно внедрять то, что проверено. Первый такой момент, второй момент. Тоже то, что есть в Ламбоке. Мы будем стараться избавляться от лок-плейт-кода касательно геттеров, сеттеров, equals, конструкторов, хэш-кодов. Вот зачем это делать, если это за нас, может быть, будет сгенелено, тем же самым Ламбоком. То есть вот у стринг, комперту, сериализация и так далее. То есть вот все, что мы пишем, вот это вот все, вот пишем, тут кто не видит, это equals, стринг, хэш-код, тут еще что-то, да-да-да, equals, вот, конструктор. Единственное, что нам достаточно написать, это класс point с x и y. Ну, я назвал это скалой, вот, но котлен, баруха твоего знаешь, сказал, вот, так это же груди вообще. Вот, поэтому каждый видит, в 12 идет какой-то версии Java и что-то свое. Ну и в общем оно вот станет вот таким вот. Класс point объявляем, int x, int y, и все остальное нам сгенерится. Это так называемые, это data classes. И, 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 последняя такая штука. Тем, кто знаком с паттерном, как это, паттерн называется? Да, паттермачингом. Вот, те, кто знаком с паттермачингом, вот такая вот возможность, возможно, появится и в Java. Ее многие очень хотели, чтобы она, наконец-то, была еще летом, как бы про нее от архитекторов, ну, кто не был на мероприятии, ничего не было слышно, но вот сейчас они уже вот думают на вот таким вот вариантом паттермачингом. Ну, то есть, видите, это как бы усовершенствованный свитч-кейс, ну, в общем-то, на основе которого и строится паттермачинг в Скаре. Вот, и теперь, что мы можем по типу передаваемому, дальше уже выполнять какие-то операции. Ну, это, вот, к примеру, это реализация. Вот, паттерн-интепринент, да. Вот, в общем, вот такое вот, да. Это, в общем, из таких вот, как бы новых фич, которые могут появиться в Java. Ну, туда же еще относятся Project Valhalla и Project Panama с Value-Type и тому подобное. Это, наверное, тоже более такие вот низкоуровневые вещи, ну, не так ярко здесь видные. Вот, так что ждите и готовьтесь под этого. Ну, все, я на сегодня, как бы, свою часть закончил, вас проинформировал. Присоединяйтесь, если что, к Java User Group на Facebook. Вот тут у нас Java User Group, если я найду. Вот, Java.ua, присоединяйтесь, тут новости, все остальное, информация, скидки и так далее. Все, спасибо. И на этом передаю слово для первого Техланда. Всім привет. Меня зовут Игорь. Я працюю в компанії Global Logic и решил сьогодні вам рассказать про ГВТ. Я працюю с цією технологією уже майже три роки. И вот, вирішив вам дещо розповісти про ГВТ и Angular. Моя доповідь називається «ГВТ и Angular Relatives of Force». Я не буду тут пояснювати, що краще ГВТ чи Angular. Я просто розповім дещо про них, і ви саме вирішите. Отже, сьогодні ми розглянемо такі питання. Що таке ГВТ, що таке Angular, чому ці інструменти з'явилися. Порівняємо деякі їхні фичі, що вони вміють. Буде слайд, де ми поговоримо, що ж можливо краще, що ж можливо гірше. І також поговоримо про майбутнє ГВТ. І в кінці ви будете мати можливість задати питання. Перед тим, як розпочати, я хотів би дізнатися, чи хтось працював, можливо, зараз працює з ГВТ. Добре. Це круто. Отже, ГВТ – це інструмент опенсорсний, який дозволяє веброзробникам створювати і підтримувати складні JavaScript аплікейшіни. Чому саме складні? Тому що ГВТ, як найкраще, підходить для складних ентерпрайз аплікейшенів, де інші фреймворки пасують. Перший випуск ГВТ був випущений в 2006 році. І, як ви можете бачити, фреймворк достатньо зрілий, йому вже більше 10 років. В цьому році виповнилось 10 років. Для тих, хто не дуже знайомий з ГВТ, я покажу невеличкий приклад, як це працює. Отже, програма на ГВТ починається з entry point вхідної точки в вашу аплікейшн. Тобто, ви маєте реалізувати інтерфейс, який називається entry point, і в ньому ключовий метод називається onmoduleload. Далі все відбувається як в стандартному джеб аплікейшені з методом main. Все, що знаходиться в цьому методі, буде виконуватись на стороні клієнта. Створимо кнопку, в конструктор передаємо її назву. Інший параметр – це хендлер, імплементація хендлера. Root panel – це основна панель, тобто те місце в домі, куди це додається, і ми додаємо кнопку. Тобто, як ви бачите, нічим він не відрізняється від того самого свінга. Що ж таке англер? Англер – це також опенсорсений веб-фреймворк, також створений гуглом. І цільна справді в нього дуже схожа. Спростити веб-розробку для девелоперів, надаючи їм вже із коробки MVC-паттерн і MVVM-паттерни. Я думаю, багато хто з вас чув про англер, але оскільки ви джава-девелопери, то, можливо, ніхто і не використовував. Приклад на англер для тих, хто, можливо, ніколи не бачив код. Принцип той самий. Ми в HTML створюємо кнопку, вішаємо на неї хендлер, і хендлер описується в контролері, контролері енглера. Давайте поговоримо про те, чому ж ці інструменти з'явилися. У далекому 2006 році, більше 10 років тому, всі сторінки веб-аплікейшени були багатосторінковими. Тобто, щоб користувачу показати нову інформацію, він мав перейти на нову сторінку, завантажити новий HTML-файл зі стилями і зі своїм кодом. І на той момент писати сингл-пейдж-аплікейшени особливо ніхто не вмів, не знав. І лише тоді це поняття зароджувалося. Ось чому з'явилися ці інструменти. GVT був першим. Що він дозволяв? Він дозволяв писати веб-аплікейшени, використовуючи усім зрозумілий Java-девелоперам, Java-код. І після цього цей Java-код компілювався в JavaScript і виконувався на стороні клієнта. Ось. Google був, як ніхто, зацікавлений у спрощенні розробки під веб, щоб веб розвивався якнайшвидше. Тому не дивно, що ця технологія була саме зароджена в Google. Ці обидві технології. Ось. Давайте тепер порівняємо, що ж спільного, що відмінного між цими двома фреймворками. Ну, обидва вони, як найкраще, підходять для сингл-пейдж-аплікейшенів. Це правда. Обидва вони реалізують паттерн Dependency Ejection. Але для GVT він не виконує цього з коробки. Ви маєте підключити додатковий фреймворк, який називається GVT Platform. Ось. MVC MVP також Angular надає з коробки, на відміну від GVT. Компілятор. Так, в Angular є компілятор, тільки він відрізняється від GVT-шного компілятора тим, що він екзекютабл. Під компілятором для Angular я маю на увазі те, що розумне, що виконує аналіз вашого HTML при старті аплікейшена. Цей компілятор в Angular, він робить, здійснює байндінг, налаштовує графічний інтерфейс. І після чого юзер бачить, і лише після цього юзер бачить сторінку. Я вирішив додати стрічку про Google, щоб ще раз підмітити, що обидва фреймворки були розроблені Google. Angular надає також двосторонню зв'язку між Viewshkoю і вашою моделью, на відміну від GVT. Але це можна виправити, додавши dependency до GVT. Фреймворк називається GXT. Там вже реалізована зв'язка моделі і Viewshkoю. Наступне – це віджити. У GVT вже з коробки є віджити, які можна використовувати. Вони дуже зручні. І, в принципі, вам не потрібно шукати ніякої додаткової бібліотеки чи самому писати з нуля віджити. Для Angular вам нічого не заважає просто використати якісь існуючі віджити, якусь бібліотеку. Якщо ж вам виявиться замало віджитів GVT, завжди є чудова бібліотека, фреймворки, називається GXT. Можливо, хтось чув. Або GXT, або Accention GS. Що стосується швидкості вивчення цих фреймворків, то, звісно, GVT пасує перед Angular, тому що вимагає все-таки провести більше часу за вивченням цієї технології. Для Angular мені знадобилося, можливо, годину, до години, щоб запустити свій перший Hello World на відміну від GVT, де, щоб лише налаштувати проєкт, треба повозитися достатньо. Особливо для новачка це буде, можливо, неважко. Ну, в кінці я вам дам ссылку на свій репозиторій з уже налаштованими Hello World, які показують там різні аспекти роботи GVT. Достатньо буде просто запустити їх відеї і нажати кнопку Play. Ось. Перейдемо далі. То хто ж все-таки рулить? Angular чи GVT? Я думаю, що однозначно сказати не можна. Все-таки я б рекомендував використовувати GVT, коли потрібно написати дійсно довгостроковий проєкт, який буде потрібно підтримувати довгий час і, можливо, він буде дуже складним. Це, як на мене, для цього GVT підходить краще, ніж Angular. Як на мене, ці фреймворки дуже корисні веб-девелоперам, але GVT, на мою думку, все-таки більше підходить для ентерпрайз-апплікаційнів. Я спробую відповісти на питання, яке, можливо, цікавить багатьох, чи, можливо, хтось його чув, чи GVT мертве. Я б так не сказав, тому що GVT вже більше 10 років, це достатньо зріла технологія. Просто так вона не зникне і Google, хоча і в 2012 році віддав ком'юніті, цей фреймворк, все-таки. Я думаю, він просто так не зникне і на ньому ще будуть писати. Ось, наприклад, на днях вийшла стабільна версія GVT 2.8 з фічою, яка називається... Довго чекали цю фічу деякі люди. Фіча називається JSInterOp. Вона дозволяє... Ось вона, до речі, цей слайд. Вона дозволяє помітити ваш клас анотаціями, методи змінні анотаціями. І потім з JavaScript ви будете мати можливість викликати якесь поле чи метод. Для чого це потрібно було зроблено? Для того, щоб мати можливість інтегрувати GVT application з іншими фреймворками, бібліотеками, можливо. Тому що до цього не було такої можливості. І GVT компілювався або в дуже складний код, або в обфускейтед код, який практично не читається. За допомогою цієї нової фічі є можливість інтегруватися з іншими фреймворками. Я маю на увазі JavaScript фреймворками. Ось. Запитання? Ну, я все-таки маю переконання, що перший Angular досі використовують. Так, так. Я про це говорив, що спочатку відбувається деяка компіляція, свого роду компіляція, завантаження пам'яті, і потім запускається проект Angular application. Так, це можна віднести до мінусів Angular. Так, ще я підіймав руку. Так, у мене вопрос такий практичний. От у вас могла опитати на GVT. Ви говорили, що можна робити dependency injection з помощью GVT платформ. Не GVT, я, мовить, помилився. Я мав на увазі... В гугла є либо... Называється... Google Inject. Google Inject. Так, Google Inject. І вона транслирована під GVT. Дуже вдало. Я помилався. Вибачте. Google Inject. Да? У меня практичний вопрос. То есть я щас вот из спин-проекта выгрызаю вади, и хочу впилить GVT. Есть какая-нибудь серебряная пуля, чтобы избежать всяких dependency injection там, dependency hell'а и всего вот этого вообще за этим видео? Ну, фишка GVT в тому... То есть GVT скрестить за спин-проектом, то есть чтобы все остались и так далее. Так. А GVT, грубо говоря, был фронтентом. Так, без проблем. Якраз особливість GVT в тому, що ви пишете Java код. Причому, ви можете показати, який Java код буде трансливатися в JavaScript, а який не. Тобто, якщо у вашем проєкті є модель, це якісь класси, там, entity, сущності, в них можна використовувати ці ж класи, як на бекенді, так і на фронтенді. Лише на фронтенді вони будуть скомпільовані в JavaScript, і вам не потрібно буде дублювати їх, як в JavaScript. Сущності на фронтенді, сущності на бекенді. То есть я, грубо говоря, вграду в депетсовую депенденцію, и просто пользуюсь его депенденціем. Или есть нюанси? Ну, я говорив про те, що налаштування GVT-проекту вимагає деяких зусиль, але, в принципі, це так і працює. GVT виконує роль фронтенду. Можете, будь ласка, повторити? Чи байндер? Що ви маєте на вазі під байндером? А, я зрозумів вас. Так. З особистого досвіду не використовував байндер. Лише там, ну, в ентерпризі на своєм проєкті. Лише пробував. Ну, я чув, що від цього дом вебаблікейшена вашого менший. Тобто, виходить, перформанс піднімається. Але, насправді, я не тестив, ніколи не перевіряв. Ось так. Так. Я слышал таке утверждення, що GVT використовують, якщо в проєкту не хватає грошей на нормальні компетенції. Ну, вам, я думаю, потрібно ще найти… Ні, я не знаю. Якби використовувати для контента GVT, тобто, джава програміст буде писати код для міжнастей. Я думаю, все-таки, джава-девелопер коштує більше, ніж веб-девелопер. І тим більше знайти джава-девелопера, який має досвід з GVT. Також, я б не сказав, що важко. Можливо. Ні, це, я думаю, не залежить від того, чи є гроші на… Так. А як можна відслажувати для тих проєкти на GVT? Уже виходить, що виходить жага, а потім випадки привращається в нечитабельний якийсь… Можливо відслажувати як завгодно. Використовуючи консоль Google, чи будь-якого іншого браузера, тобто, там, ставити брейкпойнти в консольці. Так само через GVM. Я ж… Так. В SDK, GVT, є інструменти, включаючи Executable Compulator, які дозволяють прямо в ідеї ставити брейкпойнти в джава-класі. Ви в браузері нажимаєте якось кнопку, в ідеї спрацьовує брейкпойнт, так, як ви звикли до цього. Це можливо. Буде ли в дипах теж працювати? Ніколи не пробував, але я не знаю, чому він не повинен працювати. Можливо так. Так, так. Тому що я ніколи не любив створювати, використовуючи там ідею, чи використовуючи мавних летайп, я завжди намагався створити сам, руками прописати пом-файл, щоб зрозуміти, як воно працює. Для новачка я б рекомендував починати з такого. Ні. Мабуть, не рекомендував починати з такого, а все-таки використати ідею, вона допоможе. Але якщо хочете розібратися і розвернути проєкт Hello World з нуля, то придеться потратити час. В ідеї так дуже легко розвернути ГВТ-проєкт, спробувати як він працює без проблем. Так. Можете, будь ласка власніше. Ви мається новості. В данном случае перформанс, да? Так, возможно, кто-то слышал, что ГВТ повильный, или он повильно работает, но на самом деле за последние годы, за последние релизы ГВТ все немного улучшилось, достаточно быстро все работает. До того же, браузеры и ГВТ шли на встречу один одному в этом плане, пришествующий свой перформанс. На рахунок там 10 000 записей, я бы рекомендовал використовувати Pagination, більш розумно подходить до розробки таких аплікейшенів. Наприклад, на моем проекте есть табличка, там до 10 колонок, 5000 стричек, без Pagination, на жаль. И, в принципе, можно там скроллить, дивиться, и ГВТ с этим справляется. Ну, я думаю, что, как бы все равно, если надо есть претенанты и все остальное, как бы, оно все держит дверь, держит память, и, как бы, интерес, потому что они дорогие. То есть, как бы, даже отображает, что на них есть, то есть, это, как бы, тоже дорого. То есть, это, как бы, тоже дорого. То есть, видимо, мы тоже представили, что, когда очень много элементов, в том дереве, все очень термотив, поэтому очень важно писать компоненты таким образом, включая их, то есть, не используя эти компоненты, не то дальше, не то есть, то есть, конечно, плюс, что есть, много компонентов, но вот этот бокс в КВД, но нужно писать свои, да, их основания. В частности, мы и показываем, какие-то те элементы, которые, видимо, для пользователя. То есть, если кто-то, как бы, 100 тысяч запись, то это, как бы, больше 100. Это уже будет проходить, показывают, какие-то 50, и это процент строла, мы должны перерисовывать новые, чтобы показывать сегодня нижние записи, и убираются, и снова более верхние. Это реализовано в Адине, и в Апфексе. То есть, можете посмотреть, как это на табли, и просто действительно тяжелый пункт. Это отвечает по вашим вопросам. То есть, так, нужно даваться до некоторых хитрощей, оптимизаций, чтобы это не было фрустрейтед для клиента. Вот. Так. Ой, сейчас. Я не слышно. Давай, чтобы тебя остановили. Хорошо. У меня такой вопрос. Разросло. Нормал. Вот. Вопрос такой. Допустим, вот, начинается новый проект, и на чем его лучше стартовать, ну, то есть, перспективен будет расти? Ну, например, если у вас нет в команде разработчиков, который имеет связь с ГВТ, и у вас там большие планы на ГВТ, на фронтенд, то быстрее будет найти, мабуть, все-таки фронтенд-девелопера. Вот. Вот. Как на меня. Який будет, там, вирішувати задачи, чем вы будете шукать ГВТ-девелопера, або навчать уже существующих в команде инженеров. Ну, в принципе, на слайде одному, где мы поревняли, там, на слайде, где мы поревняли фичи, остальный пункт был Speed of Learning, и вот ГВТ зафейли в этом плане, а Angular выиграл. Ну, когда вам действительно понадобится сложный Enterprise Application написать, ГВТ вам больше в этом плане больше поможет. Почему вы пишете на Java коде, он больше лаконичный, есть классы, разделение на классы, например, тот самый паттерн MVP, который у меня на проекте используется. он выглядит почти так же, как я писал на Spring плюс там какой-то фронтенд не помню. то есть есть модель вьюшка, презентер, это все три разные классы, они объединятся, код максимально понятно, и все хорошо работает. написать написать это на Angular, чтобы потом можно было поддерживать этот код долгое время, я думаю, будет, возможно, легче. это уже больше браузер рассчитан по JavaScript, и ты почти на ней в JavaScript пишешь. А там какая-то штука, что-то у себя там колбасит, какой-то код. это JavaScript, при чем оптимизированный под каждый браузер. Компилятор, который вы используете для компиляции Java в JavaScript, компилирует сборку под конкретно каждый браузер. Вот, вы же напишите на Angular под разные браузеры, не занимаетесь кросс-браузерностью. Ну, возможно, это не нужно, но иногда бывает. Когда он сделает запрос, допустим, что он сразу определяет какой браузер и под него компилирует что-ли? Это компиляция происходит при сборе проектов, то есть проект уже заранее компилен. Когда он пределе, определено под какой браузером в Internet он сразу компилируется под браузером, который вы зададите в параметрах компилятора, там, на лаштуваниях вашего проекта. Там можно несколько браузеров, да? Все, какие хочет. Так. Может, еще такой вопрос. Расскажите, если сравнивать банку, ловить, жвт, отцы, комьюнити, людей, которые работают с этим и технологией, или какое? Как вы решили больше, где, там, дейдер, поле, ну, какое зависит? Так, после того, как гугл выдав в 2012 году ГВТ комьюнити, разработка, поддержка ГВТ стала не такой швидкой, как она была раньше, и долгое время довелося ждать даже этой последней версии 2.8. Но в интернете вы можете, если вам нужно решить какие-то вопросы, вы можете найти там, как засетить, в таком поле, если у вас возникают проблемы, вы это на гуглите в ГВТ без проблем. Есть форумы, достаточно, и очень много вопросов уже имеют ответ, у вас с этим проблем не будет. На рахунок Angular я не вдавался в это детально. Я думаю, в Angular також есть великой комьюнити. Так, давайте. По поводу еще выбора даже в ГВТ Angular хотелось понимать, что в ГВТ есть не так много фреймеров, которые и эксцентр, и ГВТ, и его компоненты. И последний вопрос, в принципе. Вот тот же текст, по-моему, уже стал платный, если я не ошибаюсь, на сцене. Так, Джекс... ...2.1, но тот же сейчас платный. Свететики у тебя очень большой спектр именно хороших быстро действующих виджетов, особенно на чартах, каких-то график, и так далее, и так далее. То есть, если работают с компонсорсами на ГВТ, придется, чтобы писать на них. А в Angular очень много компонсорских проектов, которые созданы в пиджетах, то есть, можно найти на стакану, что он видит какие-то чарты, какие-то таблички, которые вы можете установить в своем приложении. То есть, вы будете, во-первых, заплачать человека в ГВТ, так как именно этих гвт-эшников, ну, Андреев, в реальности, человек, который собеседует, и не приходит. Нет. Он уже говорит о том, насколько активно используется технология, в частности, и насколько активно используется технология, можно посмотреть, как вы... Эпидминити устраивала конкуренции каждого года, в прошлом году, в самом деле, что последний раз, два года назад, сейчас у него нет. Это очень круто, потому что нужно понимать, что уже нет такого темпа, который был реально, прошло 10 лет. Видимо, это... ... ... ... ... ... Повертаємся до того слайду. Ну, те, що віджити стали платными, наприклад, той самий GXT, це говорить, мабуть, про те, що його обирають серйозні компанії для серйозних ентерпрайз-апплікаційнів. Так, я знаю, що віджити 4-ї версії GXT стали платними. Трохи... Я пропоную, всі компанії, які використовували GXT, почали їх прикиснути ворозу, якщо вони не платили за цю сацію. Так. Але погодьтесь, віджити GXT дуже круті, і вони, ну, дуже багато. Там, які з'їжджати, які пікери, просто перейти використовуєте, і не маєте підтримку той самої компанії. Якщо вас, ви не платите наградні піскотами, а ви зновиджуєтеся до цієї компанії. Ну, ось, важливість підтримки. Що це не ділається? Підтримки. Ну, підтримки, що вам багато. А, так. Питають про багатьох інших моделей і бюджетах. Цей самий притвор GXT, про який ми чуть не говорили, він реалізується можливість. Ви просто створюєте новий клас, ваш віджит. В параметрах передаєте модель. Все зв'язується автоматично. Так, вам там. Це не важко реалізувати самому, взяти глиджет на GVT, який вже є в GVT. Просто це все саме, щоб зв'язувати на GVT. Це більше глиджет. Це, в принципі, не важко реалізувати. Ви таке вже відбувається на GVT. Давай. Зараз такий хайп є, що все про мікросервіси. Чи якось GVT з мікросервісом рухається в тому нафляку чи ні? Ні. Що це відбувається, що ви буваєте на GVT? Можна відповідати на цей питання? Дякую вам за допомогу. Дякую. Він знову не працює. Щас, давайте я принесу містосу. Я погою кривою. Патерейки поменяємо. Він з іншими містосами. На GVT теж. У кого тут ще були питання? В принципі, GVT – це платформа, на основі якої вже присутно дуже багато бібліотек, інших привод. Якщо вам щось не розначає. Можна знайти. Не пам'ять ще бесплатно, але можна. Можна знайти. Можна знайти. Можна знайти. Можна знайти. У вас робота лишиться дуже легко за 23 роки. Був GVT – Angular 1, Google выпустила Angular 2. Тільки, якщо випустили, вони вже від'явилися, що згоди виходить Angular 3. Тобто, ГVT умирає. Лише підтримувати. Можна знайти. Лише підтримувати. В Java 5 і 4 теж. Ну, я не сказав, що я в Фронтленде галопард. Я побачиваюсь в них. Можна б. Моя разом буде робота. В Java 5 і 6, Если вы работали с Ватином, скажите, пожалуйста, какие преимущества ГВТ в сравнителе с Ватином? То, что я попробовала Ватин, мне он очень понравился, у него действительно очень быстро можно писать в свой сайт, и он автоматом построится, в общем, было удобно и приятно. Вот, какие плюсы и минусы? Я не використовав никогда и не пробовал Ватин, ничего не будет с вами. Может кто-то про Ватин? Вы, может, Ватин? Да, могу. Ватин немного по-другому устроен, несмотря на то, что половина его source code основана на ГВТ, но там идут все event handling через сервер сайт. То есть, даже и простой крик мышкой обрабатывается сервер сайт, это очень похоже на патч-вики, тоже уже новая технология, которая использовалась 10 лет назад, тоже Java UI. То есть, по-хорошему, Ватин должен работать немного медленнее, так как есть overhead, трафика на сервер сайта обратно. С сервер сайта приходит вся информация по вашему event, и дальше уже идет как бы ответ на UI. То есть, ГВТ, по идее, должен быть быстрее, но с точки зрения пользователя они работают одинаково быстро. А по компонентам, исправленные и доработанные компоненты очень сильно по перформансу. То есть, у вас много данных должно быть показано, там показывается только то, что должен быть пользователь. Ну, то есть, и в плане библиотеки компонентов тоже Ватин сигнал шел вперед. То есть, для хорошего, красивого UI вы можете посмотреть Showcase. Можете посмотреть Showcase как Ватина, так и XDD, FDD. И, я думаю, Ватин вам понравится больше всего с этим трех. Ну, то, что я, кстати, со своей стороны вижу, то, что Ватин очень активно на всех конференциях присутствует. Видно, что эта технология очень жива, и они там книжки все время раздают. Вот, про... Они это зарабатывают, подождите. Вот, да, но все равно, как бы... Многие на чем зарабатывают, но не все успешно это делают. Вот, а у них видно, что, ну, есть успех. Касательно ГВТ, я честно говорю, что несколько последних лет я их вообще не слышал. Вот, поэтому, поэтому не знаю. Ватина вроде офис есть в Украине, где-то в Днепре. Молодцы. А как насчет разработки под мобильные? Ну, просто я пробовал, например, тот же ClickHandler, например, на мобиле не работает. Ну, а вот есть. Есть расширение ГВТ, называется МГВТ, как раз для работы. Даниэль Курка, который ранее работал в Гугле, написал весь этот вот маленький, нельзя сказать, что фреймборд, на наборы инструментов для работы с мобильными приложениями. В частности, мы пишем приложения под разные мобильные устройства. И там TouchHandler, TouchScroll-панели, TouchEvent, Viewport и все, что вам необходимо. В частности, вы даже можете подключить CardoV или PhoneGap для того, чтобы нативно обрабатывать, подобрасывать. Нет, не нужно. Вам буквально нужно просто подключить эту библиотеку МГВТ и поменять несколько пакетов. То есть там классы даже называются точно так же, единственное в других пакетах. Все. Если вам направят, делаете ClickHandler? Там будут TabHandler и TouchHandler. Лучше просто не использовать ClickHandler, а использовать именно TouchHandler. Они будут работать одинаково хорошо на мобильных и на десктопах. Ну и опять же, плюс КВТ, действительно, это кросс-браузерность, действительно, по ТВП, ну, доступ к мобильным устройствам, ну, вообще, например, нет. Ну, комьюнити обещает, что третья версия будет кардинально отрицать, если воно уйдет. Кардинально отрицать от другой, не будет оберненной совместимости. И добавлять кращую отрицать у этих всяких ивентов для больших смен. Можливо, вам будет удастся написать Hello World самому. Компания стоит сейчас в комьюнити или просто комьюнити? Я не знаю. Воно я в Апачи передалече. В Апачи передалече. Так, хорошо. Если у нас вопросов нет, то давайте, для начала, поаплодируем. Который еще не вышел. Ну, если GVTR непонятно что, то здесь еще нет. Ну, и в общем, основное то, что держит и сейчас Win5, и то, что Йорген Холлер говорил, они на это уже забьют, это Java 9. Вот, они ее не будут ждать в любом случае, выпустят, но судя по настроению Марка Рейнхольда, который ответственный за выпуск Java 9, это конечный был термин, когда ее выпуск отпадывает. То есть, сейчас это, кажется, июнь или июль 2017 года, потому что там его уже ходили, поздравляли, типа, с завершением почти. То есть, судя по всему, больше переносов не будет. Ну, поэтому, как раз, время начинать учить Spring 5, а в Java 9, им все равно нужна только реактивность, как сказали у нас на Java Day, они модульностью Jigsaw пользоваться все равно не будут, поэтому только реактивность. Давайте послушаем. Спасибо. Да. Окей. Хорошо меня слышно? Отлично. Сытый народ – это хороший народ, потому хлеба и зрелищ. Всем спасибо, что собрались. Меня звать Олег, и я хочу сегодня рассказать про Spring 5 и про реактивность, скажем, как это связано с Spring 5. Для начала хочу сказать, почему этот доклад будет для вас полезный. Те, кто любят Spring, те, кто его фанаты, смогут узнать, что крутого будет в 5-ом Spring, а те, кто никогда им не пользовался, возможно, переманятся на нашу темную сторону. У нас хорошо, честно. Немного о тем, что я занимаюсь. Я работаю в компании Levenine, обычный разработчик рядовой. Педалю уже говнокод около 5 лет. И я большой фанат Spring 5. Меня можно найти на GitHub, то есть можно со мной связаться по Gitter, либо написать мне в Facebook. Вот ссылочки внизу. Порядок дневной. О чем мы сегодня поговорим. Начнем мы говорить с того, что в 5-ом Spring, то есть что запланировано, как это развивается, что уже есть, что будет. Потом будет небольшая сессия вопросов-ответов. И потом мы перейдем к наиболее интересной теме, то есть к реактивности. Я расскажу, с чего это все начиналось, какой импакт, какой плюс привнес в это Spring и Pivotal. И потом покажу демку. Потом снова будет сессия вопросов-ответов. На этом закончим. Я надеюсь, вас хватит. Итак, план развития 5-го Spring. 5-ый Spring был анонсирован в июле 2016 года. Они просто трубили во своем блоге, что вот 5-ый Spring вышел, давайте взять. На всех конференциях начали об этом рассказывать. Но это всего лишь Mailstone. Хочу обратить ваше внимание. Релиз-кандидат будет в декабре 2016 года, то есть это совсем скоро, через месяц. И он будет, я вас уверяю. Я просто смотрел на их бэклок, и да, все по плану идет. И полностью доступным продукт будет уже в первом квартале 2017 года. То есть совсем скоро. Все эти даты, конечно, это круто, но что вкусного нам приготовили разработчики из Pivotal. Начну с простого. С базовой линии. Это JDK 8. То есть весь продукт переписан на Java 8. И как можете заметить, там есть такой плюсик. И я надеюсь, в вашей голове возник вопрос, неужели Java 9? Я скажу, да. Spring готов к Java 9. Вы можете взять Java 9, установить себе на компьютер и запустить Spring. И он будет работать. И мало того, все тесты, написанные на данный момент Spring 5, уже будут проходить. То есть они будут зелеными. Наш пайплайн будет зеленым. Помимо этого, у нас минимальным требованием будет Serlet API 3.1. То есть никаких WebXML больше. Я их никогда не любил. И будет JPA 2.1 спецификация. И все наше дело можно будет протестить на JUnit 5. Звучит круто. Начнем с самого начала. Mailstone 1.0. Spring уделил большое внимание JDK 8. Но при этом они оглядывались на JDK 9. То есть наверняка они на самом деле пишут уже свой код на Java 9. И естественно учитывают все устаревшие куски кода, все устаревшие методы. И примером этому является использование конструктор based instantiation. То есть на текущий момент, точнее на Spring 4, все бены создаются при помощи такого метода new instance, который есть в классе. Как можете заметить, с Java 9 этот метод устаревший и его не рекомендуют использовать. Соответственно Spring услышал это. Все разработчики сразу стали использовать другой класс под названием конструктор и его метод new instance. Это такой маленький пример из больших шагов в будущее у Pivotal. Следующий момент это спецификация GMS 2.0. Да, эта спецификация уже была в Spring 4, но на самом деле ее использовали через рефлексию. То есть весь код работы и вызова новых методов, которые добавились GMS 2.0 происходили через рефлексию. Разработчики из Pivotal говорят, что все что они добавили, это они взяли за основу GMS 2.0. То есть эта спецификация теперь является как на уровне библиотеки. То есть с помощью этой спецификации компилируется проект и весь код связан с GMS 2.0. И они обещают, что все те провайдеры GMS, например 1.1, все так же будут поддерживать. То есть все извращенцы, которые любят там вебсферы, веблогики, смогут нормально деплоить Spring туда. Живем. Дальше это апгрейд к GPA 2.1. То есть теперь мы можем использовать 5-й Spring, 5-й Hibernate, прошу прощения, и 5-й Hibernation Validator. Ну и кто любит Eclipse Link, смогут использовать Eclipse Link 2.5 или выше. И самое грандиозное, что было зарележено в этой версии, это реактивный клиент и реактивный вебсервер. Об этом мы поговорим во второй части, потому я не буду останавливаться долго на этом. Mailstone 2 вышел в конце сентября этого года. Тоже принес много интересных для нас штучек. К примеру, поддержка RxJava. Spring продолжает захватывать все больше и больше технологий. Есть поддержка практически всего, и это хорошо для нас. Естественно RxJava не исключение, она и раньше поддерживалась. Теперь будет поддерживаться RxJava 2, которая вот-вот выходит или уже вышла, я даже не знаю. Также добавилась крутая штука под названием функциональные роуты. Наверное, когда разработчики из Spring, наверное, Euron Hiller эту штуку внедрял, он думал, так, в JavaScript, точнее в Node.js, есть вот реактивные роуты, и мы хотим, и мы можем. Причем, соответственно, тоже добавили. Выглядит это примерно так. То есть мы можем... Вот, собственно, красным обведено те роуты, которые объявляются. У нас есть такие статические хелперы. Есть, то есть тут мы объявляем какой метод, то есть get, post, put. Внутри этого метода мы объявляем путь, то есть по какому рулу будет вызываться хендлер, и само тело хендлера. То есть это стрелочная функция, либо мы можем создать любой другой класс и вызвать его метод, к примеру. Давайте рассмотрим детальнее. На входе у нас есть request, который, собственно, как и ранее, нес в себе какие-то хидеры, какое-то тело метода. И таким образом мы можем вернуть какой-то response, то есть будь то JSON, будь то какой-то объект и статус. То есть все простенько. Для сравнения я покажу кусок кода из RedPack, который, собственно, делал точно такое же. То есть RedPack был немного ранний и такую идею привнес тоже раньше. Но Spring продолжает следовать тенденциям и позволяет теперь нам говнокодить в двух вариантах. Поддержка Gradle. Gradle вышел совсем недавно, зарелизовался третья версия, наверное, где-то месяца полтора назад. И, собственно, он выделяется тем, что в нем появилась поддержка Kotlin. То есть мало того, что Spring можно написать теперь полностью на Kotlin и сбилдить тоже можно будет теперь Kotlin. Я думаю, все фанаты Kotlin теперь радуются. И улучшение реактивного веба. По сравнению с тем, что было в первом Mailstone добавились разные автоконфигурации, прочие и прочие фичи, которые позволили писать меньше кода, чтобы запустить приложение реактивное. Когда я только начинал на Mailstone 2 пробовать, щупать, как это все работает, то пришлось писать много кода. С выходом Mailstone 2 все стало намного проще. М3 и М4. М3 уже вышел буквально недели-полторы назад. М4 будет где-то через неделю-две, скорее всего. Я их объединил, потому что они меня немного огорчили. Всего мало интересных фичей не добавили. То есть они, как всегда, улучшили совместимость с реактивным вебом. Планируется добавить в Mailstone 4 реактивные веб-сокеты. И снова же улучшить интеграцию с G-Unit 5. Я не мог не выделить, это релиз-кандидат. И он отличится всего лишь одной штучкой. Это более плотная работа с проектом Jisco. До текущего момента сам Spring 5 запускается на JDK 9, но он распознается именно со стороны, со взгляда Jisco, как просто какая-то библиотека с неизвестным именем. Планируется добавить полную интеграцию с Jisco, объявления вот этих всяких модулей, метаданных и прочее-прочее. И самое интересное, это то, что в принципе будет. Я хочу вас заинтересовать как бы фичами, которые добавятся. Не факт, что они добавятся в конечном релизе, то есть когда будет продукт полностью готов. Они могут добавиться в версии 5.1, 5.2, 5.x. Начнем с простого. Это Spring MVC REST Client. До текущего момента те, кто использует Spring, наверняка знают, что обратиться к любому другому серверу со стороны нашего сервера можно с помощью REST Template. То есть мы там что-то объявляем, передаем какие-то данные, вызываем. Это не совсем декларативно, не совсем удобно. И планируется добавить вот такая вот штука. То есть это чем-то напоминает, например, crude репозиторию, например, или JPA репозиторию. То есть это интерфейс будет, который будет как-то маркироваться. В нем будет метод, аннотация, например, service request, который можно будет передать конечный endpoint, можно будет передать какой метод вызвать и другую любую мета информацию. и, естественно, передать какие-то параметры или тело какого-то объекта. И все это потом обернется какой-то Proxy Spring, и у нас будет нормальный декларативный клиент удобный. GSR-365 или CDI 2.0. Я думаю, те, кто не знакомы с JEE миром, для них стоит это расшифровать. Это инъекция контекста и зависимости. Как она относится к нам и зачем нам об этом знать? CDI 2.0 нацелен на Spring, на Java Standard Edition. То есть нам дастся возможность запускать полностью dependency injector какой-то на стороне Standard Edition Java. До этого можно было только запускать на Java EE. Соответственно, чем это нам сулит? Это нам сулит тем, что если Spring будет поддерживать данную спецификацию, то любое Spring приложение будет легко мигрировать в Java EE мир. И точно так же любое приложение из Java EE мира сможет легко перейти на наш dependency injector и запуститься на Spring. То есть мы начинаем работать плотнее с Java EE. Наверное, это хорошо. Serverlet 4.0. Много говорят об этом. Это в первую очередь HTTP 2.0. Соответственно, двухстороннее общение. Все слышали, я надеюсь. Как это в Spring будет, неизвестно. GMS 2.1 тоже добавит поддержку этой спецификации. И в конце концов, когда-то будет полная поддержка GDK 9. То есть, как уже говорил Андрей, Spring не ждет выхода Java 9 и релизится раньше. Соответственно, когда будет официальный релиз Java 9, они включат полную поддержку Java 9 и зарелизят какой-то из следующих версий. И поставлю точку. На истории и развитии Spring, надеюсь, не на развитии, а на тех фичах, которые они планируют добавить в пятый Spring, это параллельная загрузка бинов. Как это будет сказать сложно, но лично я надеюсь, что это ускорит загрузку нашего приложения. Сам Юрген Хиллер говорит, что, скорее всего, придется делать много конфигураций и объяснять нашему приложению, как правильно параллельно запускаться. Но, я надеюсь, это будет большой импрувмент. Итак, небольшая сессия вопросов-ответов. Потому, если у вас какие-то вопросы возникли, задавайте. Вот тут полезная информация, которую следует почитать о Spring 5 или можно почитать. Скажите, а мне интересует вопрос, а как-то по поводу поддержки на клиенте дарта и Spring 5. Тестировались ли такие варианты, если у вас есть такая информация, поделитесь, пожалуйста. Повторите еще раз. Если какая-то поддержка тестировалась, если Spring 5 уже с дартом на клиенте, вы анонсировали, что там полная поддержка MSI, то есть на Vue используется дарта, не с дарта, а джалы. Я хотел узнать, есть у вас какая-то информация по этому поводу? Если есть, то поделитесь, пожалуйста. К сожалению, я не располагаю такой информацией, потому не смогу ответить на этот вопрос. Честно, вот про Dart ничего не слышал, потому не скажу. Вы рассказывали, что новое появляется, но у меня вопрос, будет ли что-то старое не работает или работает не так? Есть какая-то информация? Ну, для начала, если вы планируете… Они полностью отказались от Java 6, Java 7 и полностью код переписан на Java 8. То есть уже backward compatibility не будет никакой. Естественно, все, что связано с новыми спецификациями, тоже это повлияет. Так как, вот у меня был опыт, например, запуска приложения Spring в таких контейнерах, как WebSphere и WebLogic. И уже даже на четвертом Spring это проблема, а уже что говорить о пятом, который полностью меняет все. То есть это такая большая чистка. И если вы планируете поддержку Java 6, вам следует использовать Spring 4. Они будут его продолжать поддерживать, они его до сих пор развивают и будут еще развивать какое-то время. Да, если вы планируете переходить на пятую Java, то вам нужно будет вот… Я сейчас покажу. То есть если вы захотите перейти на пятый Spring, вам придется вот эти штуки как минимум использовать. То есть это минимальные требования для пятого Spring. Вопрос или останется поддержка XML-конфигураций? Скорее всего, да, но я ничего не могу сказать, так как я уже давно отказался от XML-конфигураций. Честно, не скажу. Есть просто Spring Boot-автоконфигураций, который просто делает невероятно много работы за нас. Я просто недавно отказался. Я говорю на счет XML-конфигураций тоже. Вот, например, как-то сидел, а дай-гер, он пробился, или Java-конфигураций. Наконец-то такое, ну, не знай, кто не касать, кто не видеть, отвечать. Вот. В общем, когда ты объявляешь WebXML, ну, без WebXML я понимаю, что это конкретно, но у тебя по получанию не отрабатываются expression language в GSP. И его нужно включать либо в GSP и прописывать, либо нужно в WebXML. А в сервере API 3.1, ну, нет такой функции, чтобы его включить. Типа можно только посмотреть, включен он или нет. И только через... только через XML его можно отключить на цем проекте. Вот так придется каждый GSP. Ну, вот Spring 5 вообще частично отказывается от ряда технологий, даже которые связаны с Web. То есть там, например, такие технологии рендеринга страниц, как Apache Velocity уже уходит на дальний план. По-моему, там что-то обмолвлялись про GSF. Я точно не скажу, но знаю, что ряд фронт-энд технологий, сервер-сайт будут уходить. То есть их не будет, их уже отключили, скажем так. То есть это большие изменения. Скажите, а Spring и Java, по-моему, не раз уже анонсировали, что вроде как они уходят от технологий GSP и идут технологии GSP. А GSP, он поддерживался в данной мере, так как она была в 2014 или нет? Почему не убрали? Я вот не проверял, скажу честно. Я, когда запустил проект на Milestone первом, у них единственная библиотека фронт-эндная, которая поддерживалась, это был Apache FreeMarker. Естественно, я запустил весь фреймворк с Apache FreeMarker и даже не пытался подключить GSP. То есть я пока не нашел там кода, и больше я его, собственно, не искал, потому что я использовал обычные HTML для рендеринга. Ну и, собственно, весь наш мир идет к тому, чтобы разделить, не знаю, это лично мой взгляд, разделить отдельно фронт-энд джаваскриптовый и бэкэнд. И бэкэнд использовать как чисто тонкий, как базу данных. Ну, это так, утрируя. Вопрос про реактивность лучше задать после второй части доклада, потому что я там добавлю. Хорошо. Чем пригодится Rift Java? Ну, вторая, непосредственно. Как она используется? Я добавлю тоже во второй части, и вы сможете задать этот вопрос потом. Я еще слышал, что они, если среднеты четвертые не выйдут, они, скорее всего, не выйдут, то они планируют самостоятельно написать тебе аналог. Вот про это не слышал, и я что-то не спрашивал даже об этом. То есть я общался с ихими разработчиками, конкретно со Стефаном Николем, и по этому поводу он ничего не говорил. Ну, если вдруг JavaE отвалится, то у нас будет вся надежда на Net, и я покажу, как Spring хорошо внедрил поддержку и работу с Net. Есть еще вопросы какие-то? Окей, тогда продолжу. Итак, реактивность. Чтобы подобраться к реактивности, нужно начать с самого начала. А начало реактивности не по моему мнению, по мнению такого ученого, как Дэвид Карнак, все началось именно с колбека. Колбок был началом всего. И в JavaE колбок выглядит примерно вот так вот. JavaE колбок это анонимные классы. Все начиналось, естественно, с Лиснера, в который мы передавали анонимный класс, в котором был какой-либо метод, и этот метод вызывался в тот момент, в тот промежуток времени, когда что-то происходило в другом классе. То есть при передаче анонимного класса он не вызывался сразу же. То есть это отложенное какое-то действие. И это стало называться колбеком. Вот пример из жизни. То есть вот наш, собственно, метод. И да, вот пример из жизни. У нас есть какая-то синхронная операция, в которую мы должны передать анонимный класс и выполнить действие, когда что-то, какие-то запросы или какие-то обращения к базе данных, к примеру, завершатся. И нам вернутся какие-то данные. Все отлично. Переходим в метод doOnProcess, получаем наши данные, делаем с ними какую-то обработку и снова вызываем какой-то еще процессор асинхронный и передаем еще один анонимный класс. Как бы, ну, пока все просто, но дальше снова еще какой-то код и еще какая-то обработка. И уже начинаем по чуть-чуть чесать репу и думая, что здесь происходит, потому что стоит немного непонятно. И дай бог, что это еще более-менее нормальный код, а вот не такой код, который называется пирамид of doom, то есть пирамида ужаса, в которой только на вершине что-то выполняется. И да, бедный Гомер хватается за голову и понимает, что он попал в callback hell. Да, джависты с таким тоже стыкаются, я с таким стыкался. И по чуть-чуть, по чуть-чуть мы начали искать решение. И решение нашлось у компании Netflix и у их разработки RxJava. Она нам упростила жизнь, сделала ее лучше. Мы стали создавать вот примерно вот такие вот асинхронные операции. Давайте разберем ее. Извините за мою Java 8. Я решил не использовать более старые версии, чтобы сократить количество кода. Тут мы, например, можем объявить такой, например, chain операций, как map. Мы можем как-то переконвертировать наши данные. Потом мы можем сделать какую-то агрегацию данных, то есть перевести в другое состояние. И все это было лишь объявление действий, но не сами действия. И, например, действия будут только вызываться на subscriber, к примеру. И, казалось бы, вот оно решение. Теперь можно жить спокойно, хорошо. Но дживисты неугомонны. Естественно, вышла Java 8, которая тоже захотела принести свою реактивность и свою RxJava. Своя RxJava выразилась вот в таких вот, может, как бы реактивных типах, как complation stage, который позволяет обработать асинхронно лишь один объект. То есть это chain операции всего лишь над одним объектом. И эти chain операции будут последовательно вызываться, когда закончится предыдущий. Удобненько. И для обработки коллекций у нас появился stream API, всем известный, который позволял легко обрабатывать коллекции. Все это круто, но у нас все равно остались некоторые нерешенные проблемы. То есть Java 8 как бы хороша, но не полностью. Даже сам разработчик многопоточностей и таких классов, как stream и complatable stage, doogly, говорит, что да, все у нас круто, мы хорошо потребляем наши данные, но у нас есть недостаток коммуникации. Мы не можем к источнику данных отправить какое-то сообщение, как-то с ним пообщаться, сказать, сколько нам данных надо, а сколько не надо. То есть у нас есть такие нерешенные проблемы, как in-stream communication, то есть мы не можем общаться в нашем пайпе. Потом у нас проблема backpressure. И так как все разработчики, такие как Akka Streams, такие как RIG Java, стали делать свои решения одних и тех же проблем, естественно стало появляться много интерфейсов доступа, но не было одного единого, то есть не было единой точки доступа, чего-то общего, какого-то общего языка общения между этими библиотеками. И вот, например, наши приложения в итоге вставали без того же backpressure, без контроля backpressure, вставали такими и в итоге там взрывались, или останавливались, или что происходило на сервер-сайде, никто не знает. И нам приходится читать логи, это не круто. Поэтому разработчики из компании Netflix, TypeSafe и Pivotal решили собраться, собрали свои лучшие умы и решили сделать одну спецификацию, один единственный язык общения для всех таких библиотек. Они выделили организацию, она называлась Reactive Streams, и придумали вот такую вот идею, что как бы у нас есть паблишер, он производит данные, у нас есть сабскрайбер, который получает эти данные, и они могут между собой общаться при помощи subscription, то есть subscription как какие-то сообщения между паблишером и сабскрайбером в любую сторону. Соответственно, у нас появляется какой-то контроль backpressure, и жизнь налаживается, одним словом. Естественно, все разработчики внедрили эту технологию, так как они сами придумывали ее, и решается проблема единственного API. То есть все библиотеки теперь могут быть, то есть вы можете использовать RxJAL, вы можете использовать ActoStreams, вы можете использовать Springовое решение, и все они смогут между собой общаться и взаимодействовать между собой без каких-либо проблем. То есть не надо будет придумывать костыли какие-то. И, естественно, Spring тоже внес свою лепту, а именно в виде одноименного проекта Project Reactor. Это их решение данной проблемы. Он полностью базируется на этой спецификации Reactive Streams. И, как бы, возможно, он чем-то лучше, чем остальные, скажем так. Давайте разберемся в нем. Project Reactor приносит нам два реактивных типа. Это Mono и Flux. Mono можно сравнить с Complation Stage. То есть он работает только с одним объектом или с нулем объектов. То есть если никакие данные не вернулись, то ничего не произойдет. Но количество объектов будет не больше одного. И по аналогии с стримами работает Flux. То есть он позволяет обрабатывать какую-то коллекцию данных. Естественно, данные будут обрабатываться, поступать к нам до тех пор, пока они не закончатся, к примеру. Вроде все просто. Естественно, эта технология сразу же внедрилась в Spring. Она получила, точнее, все библиотеки, все модули Spring Hub получили поддержку реактивности. То есть мы можем использовать реактивные типы. Но сегодня я хочу сакцентировать ваше внимание только на MVC. То есть на Web. Это то, что мы наиболее часто используем. Естественно, мы разберем небольшой пример. Хотя нет, начнем с того, как изменилась вообще модель работы в вебе. Что у нас раньше было? У нас все знают, есть такие аннотации, как контроллер, как request mapping. Мы ими декларативно объявляем наши контроллеры, наши хендлеры. Дальше под этим всем лежит Spring MVC, который обрабатывает все эти данные, знает, как аннотированные классы и методы правильно запустить, что вызвать. Под Spring MVC лежит сервлет API, который уже позволяет работать с Spring с каким-то контейнером, будь то Tomcat или любой другой Jetty, Undertow. Что же изменилось? Что нам принесло реактивное решение? Spring Reactive Web принес нам абсолютно другую модель инфраструктуры. То есть теперь мы отказались от Spring MVC и используем Spring Web Proactive. То есть это одно решение. Под Spring Web Proactive лежит абстрактная API, которая позволяет работать с сервлет API, с Netty API или Undertow, любым другим API. То есть это такая абстрактная обертка вокруг всех решений. Чем это нам сулит? Сулит это нам тем, что мы легко можем изменить наш веб-контейнер. То есть если нам не нравится Performance Tomcat, мы можем перейти на Netty. И Netty нам предоставляет абсолютно другую модель обработки данных. То есть это уже огромное изменение, точнее, которое произошло внутри, но при этом не зацепило нас, обычных разработчиков. Вот пример обычного приложения, которое мы генерируем, например. Стартер, скажем так. У нас есть аннотация Spring Boot Application, которая, как и раньше была, которая говорила, что это наша спринговая аппликейшн. Спринговая аппликейшн, он будет запускаться. Дальше я аннотировал этот же класс как REST Controller, что значит, что данный класс будет хендлить какие-то методы, какие-то веб-реквесты. Дальше я создал метод, который возвращает какие-то данные, указал маппинг, указал метод, на который он должен откликаться. И вот изменения пошли с этого момента. У нас появился реактивный тип. То есть мы обернули наши данные, которые, например, были раньше. То есть мы возвращали string клиенту, что угодно мы могли возвращать. Теперь мы будем это возвращать при помощи вот такого реактивного типа, как моно либо флаг. Все зависит от того, какое количество данных мы хотим отправить на клиент. И дальше мы говорим моно, всего лишь верни string, так как это очень простой пример. И пользователь, если вы запустите такое приложение, выведется на экран Hello World. Все отлично, все просто. Минимум изменений, максимум профита. Я сказал бы так. Тут мы запускаем наш Spring Application. Ничего сложного. И для того, чтобы уже стать реактивным, чтобы добавить реактивный веб к нашему проекту, нам достаточно всего лишь добавить parent версии 2.0. После этого добавить реактивную зависимость dependency. Я выделил, чем она отличается от обычного Spring Boot Starter Web. И добавить библиотеку dependency management. То есть, которая позволит нам выбирать всегда правильную версионность всех связанных с данным проектом библиотек. И перейдем к демке. Демка – это не абстрактное какое-то приложение. Демо было написано Стефаном Николе. Это крутой чувак из Pivotal, который выступал с такой же демкой на Spring One, по-моему, в августе. Только он это делал на Spring 4.0. То есть, я хочу на живом примере показать, как легко можно перейти со Spring 4.0 на Spring 5.0. То есть, что вам потребуется сделать, какие экшены, чтобы мигрировать в ваше приложение, скажем так. И, собственно, начнем сессию кодинга. Так. Отлично. Экраны дублируются. Хорошо видно код вам? Отлично. Нашу работу мы начнем с изменения конфигураций. Единственная разница между тем приложением, которое вот у меня на компьютере, и тем, которое написал Стефанин Николе – это в сборщике. Он написал это при помощи Maven, то есть сборщиком был Maven. Я же использую Gradle, так как я большой фанат Gradle, и мне с ним намного удобнее. Да, третий Gradle. Вот, можете увидеть, что внизу в раппер версии 3.1. Собственно, на Gradle ниже третьего у вас навряд ли получится собрать проект, пятый проект, скажем так. Да, даже так. Что нам нужно сделать? Начнем с изменения версии Spring Boot. Отлично поменяли. У нас начали потягиваться какие-то изменения. Дальше, собственно, изменим, добавим нашу реактивную библиотеку. Добавим Dependency Management секцию. И я скопирую вот этот кусок названия, так как Dependency Management очень похож. И объявим версию. Отличненько. На текущий момент версия реактивного веба – это 0.1.0. И пока она стоит на этом номере и, скорее всего, будет релиз параллельно с релизом пятого спринга. Проверяем, или у нас все правильно. Wild Snapshot. Смотрим на нашу Gradle зависимости. Так, или появились наши нужные библиотеки, и они появились. Также, как я уже говорил, мы попробуем… Точнее, я так не говорил. В принципе, Spring 5 и Spring Reactive Web поддерживают Netty. И поэтому мы наше приложение попытаемся запустить на Netty. А, и еще моментик. Я вам покажу, как, в принципе, это приложение выглядело. Вот. Оно выглядит примерно так. Это вот такой вот а-ля сайтик погоды, который общается с внешним API. Собственно, ничего сложного. Сейчас я вам покажу, какой там код. У нас несколько классов. У нас есть свойства приложения. Файлечек. Само приложение. Потом есть у нас ряд integration конфигурации. То есть, есть у нас сервис погоды сам. Выглядит он вот так вот. Небольшое приложение, два метода. Получить текущую погоду и получить прогноз какой-то погоды. Не знаю, там, за неделю, по всей видимости. И, собственно, вызов обращения к внешнему API при помощи REST template. И у нас есть контроллер, который позволяет просто получить через наше приложение, собственно, эту погоду, какой-то API объявлен. И есть front-контроллер, который, по сути, рендерит вот эту страничку, которую вы видели. То есть, вот model in view наши обычные. Тут какие-то данные. Обработка данных для выдачи. Ничего сложного, согласитесь. И теперь мы начнем потихоньку подключать нашу реактивность. Начнем мы с добавления еще одной зависимости. Это Netty. Как видите, я тяну Netty не из официальной библиотеки, а подтягиваю обертку вокруг Netty, которую сделали в Project Reactor. То есть, Project Reactor нам добавляет в наш Spring много-много зависимостей, которые позволяют работать, например, с Netty. На текущий момент версия реактор Netty это 0.5.2. Собственно, мы ее и будем использовать. И чтобы использовался Netty, мы должны исключить из дефолтного стартера вебовского Tomcat. Соответственно, мы добавляем секцию Configuration. Отлично. Исключили. Теперь у нас Tomcat не будет. Аллилуйя. Переходим теперь на описание кода. Переходим к нашему weather service и начнем делать его с самого начала реактивным. Как я уже упоминал, в наш пятый Spring добавился реактивный клиент и реактивный сервер. Собственно, вместо REST template, который является не реактивным, мы начнем использовать реактивный веб-клиент. Удаляем старый Builder. Веб-клиент создается очень просто. Мы передаем коннектор, при помощи которого мы будем обращаться к другим любым серверам, делать какие-либо HTTP обращения. В данном случае это снова же из Project Reactor Connector. Далее адаптируем наш метод Invoke, который, собственно, изменился. Используем наш веб-клиент. Для простоты я не буду использовать Exchange. Так как все у нас теперь будет реактивное, мы начнем использовать реактивные типы, такие как Mono и Flux. Так как с нашего внешнего сервиса погоды мы будем получать всего лишь один объект, всего лишь один JSON, нам нет смысла возвращать, например, Flux. Соответственно, мы будем возвращать Mono. Что мы делаем? Retrive Mono просит client request и просит тип данных, в которые мы должны сконвертировать потом этот request. Все настолько просто, что мы делаем client request, client request get URL to string, потому что он просит вместо URI, просит стрингу. И все, собственно, все наши изменения заканчиваются на этом. Возвращаемый тип, вы видите, это Mono. То есть мы вот это удаляем. Удаляем, ставим Return. И вот отлично, первое приближение к реактивности выполнено. Давайте дальше оптимизировать. Тут мы возвращаем тоже Mono. Отлично, наш веб-сервис, точнее наш сервис работы с погодой стал теперь реактивным. Хочу обратить ваше внимание, что в данном проекте есть ряд тестов. К сожалению, нам их придется выкинуть, потому что на текущий момент тестирование немного ограничено. То есть не полностью еще сделана интеграция с тестированием. Поэтому делаем просто вот так вот. Delayed. До свидания. И будем мануальными тестерами. То есть будем все по живому тестить. Следующий этап. У нас изменился сервис. Давайте фиксить все проблемы, которые появились вместе с этим. То есть вот тут вот у нас говорит, что неправильный тип. И мы возвращаем Mono. Как вы уже видели в примере раньше моей презентации, контроллер позволяет, воспринимает точнее, как возвращаемый тип Mono. И собственно мы, или Flux, и мы будем его возвращать. Точно так же фиксим тут. И у нас еще остался наш Front Controller. Его мы тоже пофиксим, но пофиксим пока по нечестному. То есть мы будем блокирующе ожидать все данные. И это не будет пока что реактивным. То есть нам придется подождать, пока данные придут с сервера погоды. Потом мы их переложим в нашу модельку и отправим на наш клиент, который сделал запрос. Давайте убедимся, что проект запускается в принципе. Это будет очень хорошо. Так, что-то пошло билдится. Смотрим. Давай же. Отлично. Пошла эмблемка Spring. Это уже хорошо. Так. Еще чуть-чуть. Отлично. Как факт того, что приложение запустилось уже на Netty. Как факт того, что приложение уже запустилось на Netty, я хочу обратить ваше внимание на вот эту строку. То есть вы видите, это IPC Netty, TCP Server. То есть когда мы обычно запускаем тамкет приложение, в нас в логах пишется, что запустилось тамкет веб-приложение, тамкет-сервер. Давайте посмотрим, что нам возвращают теперь, что возвращают наши контроллеры на запросы. Просим погоду из Лондона. И собственно мы ее получаем. То есть это наше обращение чисто к API-контроллеру. И вот мы получили такие данные. Все работает вроде. Вернемся на минутку к презентации. И рассмотрим, что у нас на текущий момент. Мы как бы подключили реактивность, но наш сервер все равно в какой-то момент получает данные и хранит там. И я хотел это провести ассоциацию. Это как мы, например, ходим к колодцу, набираем воду в ведро и потом несем в дом. Соответственно, точно так же и у нас. Мы получаем данные, храним какое-то время их у нас на сервере, как-то обрабатываем, а потом передаем. Новый реактивный подход позволяет нам построить как бы такой pipe, трубу обработки данных и, грубо говоря, передавать данные из одного сервера, в нашем случае, сразу на наш клиент. То есть как бы по водопроводу. Это примерно вот так вот выглядит. Я сделал такой комичный пример, потому что на самом деле наше приложение, наверное, похоже чем-то с вот этой иллюстрацией. Попробуем теперь сделать все более реактивным и честным. Для этого нам придется добавить немного джаваскрипта. Ну, так придется. Я, к сожалению, не буду его ходить, я просто его скопирую, потому что нам не интересен джаваскрипт. Мы же джависты. И проапдейчу наш фронт-контроллер. Давайте рассмотрим, что у нас в фронт-контроллере есть. У нас есть какие-то данные в наших пропортиях, в нашем property файле. Мы его вот разбиваем по такому паттерну и пытаемся достать страну из наших property и город, из которого взять погоду. Дальше мы получаем наши данные из сервиса по этому городу, по этой стране и по этому городу. И переводим их, создаем общую информацию по погоде. Вот такой вот объектик, weather summary. Попытаемся, давайте, сделать это все реактивным. Начнем с того, что будем, попытаемся получать наши данные свойств реактивным способом. Я уже подготовил некоторый класс, location, который в себе собой представляет страну и город. Сейчас я вам его покажу. Ничего сложного. Преобразовываем данные точно таким же образом. При помощи Stream API из Java 8. Смой. Смой. Я желаю estimи. Этоaryмâte. Я этом вemen time делаю. Преобразовываем отсюда. Преобразовываем трёх, карчанин. Преобразовываем каньеру nessa сравножественную. Преобразовываемسمки по рег sistяжке. Теперь мы как бы обработали наши данные при помощи Stream API, и нам нужно возвратить реактивный тип. В данном случае, так как у нас может быть несколько, то есть 2, 1, 2 или больше каких-то локейшенов какой-то страны и города, соответственно, нам стоит возвращать флакс. Так мы и сделаем. Это очень просто. Project Reactor предоставляет огромнейший API для обработки. Он очень похож с RxJava API. Собственно, я вам сейчас покажу. Отлично. Собственно, разберем, что тут написано. У объекта флакс есть статический метод fromStream, который позволяет создать реактивный тип из стрима. Собственно, что я и сделал. Очень просто, очень удобный API. Далее изменим наш метод, а точнее попытаемся его назвать другим образом. Мы теперь хотим возвращать на наш клиент как бы погоду непрерывно. То есть мы хотим создать вот такую вот трубу данных и, например, попытаемся на стороне сервера каждый раз передавать данные каждых 3 секунды, например, передавать данные, получать их с сервера погоды и передавать их на наш клиент. В помощь нам будет такой тип возвращаемых данных, как EventStream. К сожалению, можно было бы использовать веб-сокеты, но веб-сокеты на текущий момент не являются реактивными. Соответственно, без каких-то больших костылей использовать их нельзя. То есть пришлось бы писать много кода, в принципе, что нам не надо, но на выход приходит EventStream, который создает постоянный connection между клиентом и сервером, и в данном случае сервер может постоянно передавать какие-то данные на сторону клиента. В Spring тоже есть поддержка веб-сокетов, но именно на текущий момент есть Spring BootStarter WebSocket, и на текущий момент мы можем использовать эту библиотеку, но она еще не готова к Spring 5. То есть ее не адаптировали под реактивные типы, ее не адаптировали под асинхронную манеру общения. То есть я пытался разобраться, но мне не удалось. То есть мы возвращаем наш объектик в Weather Summary. Называем метод как WeatherStream. Аннотируем аннотации RequestMapping. Дальше все по стандарту. Метод Get. По пути он будет лежать вот такому. И тип данных, которые он будет продюсить, это будет… Соответственно, это позволит нам создать постоянный connection между клиентом и сервером. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужно каким-то образом объединить flux, то есть поток локейшенов и поток данных из сервиса. Для этого мы будем использовать функцию FluxZip. Я ее покажу. И будем немного агрегировать наши данные по чейну. Сейчас увидите. FluxInterval нам позволит генерировать обращение к внешнему сервису погоды с каким-то интервалом. То есть это как таймер, как шедулер. И провоцироваться все действия будут, к сожалению, на текущий момент на стороне сервера. То есть мы начальный запрос будем делать с задержкой 0 секунд и все последующие запросы будем делать через каждых 3 секунды. Дальше мы объединяем flux данных о стране и городе с нашим fluxом в этом методе. То есть вот наши данные все CatCity. И когда у нас уже, собственно, есть какой-то город к нам пришел и какая-то страна страна и город, мы можем сделать какое-то обращение к внешнему сервису погоды. То есть weatherService getWeather немного наоборот getCountry getCity К сожалению, нам вот тут вот придется применить флаг zip из-за того, что weatherSummary требует также информацию о стране и городе, а возвращаемая информация с нашего сервиса погоды не содержит эти данные, потому нам надо как бы два этих объекта location и результат работы веб-клиента объединить в один объект. Для этого мы используем flux zip говорим mono just ops не там не в том методе прошу прощения вот тут вот zip mono just l и говорим mono откладываем наше обращение к внешнему веб-сервису, то есть чтобы когда у нас проходил этот chain вызывались эти данные, чтобы обращение к внешнему сервису погоды не произошел сразу, а произошел именно по требованию со стороны клиента, скажем так. Упс. так, отлично. Можно пофиксим или нет. пропущено одна скобочка абсолютно правильно и попробую долить это. О. Давайте пока напишем так, а потом дофиксим. Собственно, после этого flat map мы получим такой объект, который называется typo, typo, не знаю, который будет хранить в себе информацию о местонахождении и полученную погоду. По-русски кортеж. Да, кортеж. Также мы еще обновим немного вот этот метод. Так как у нас появился объект location, мы можем не передавать две стринги. Для простоты мы будем сюда передавать location. отлично. и теперь create weather t2 get location t2 get weather. Удаляем ненужный нам метод, так как мы его больше использовать не будем. и пока комментируем вот этот метод также. По идее этого достаточно, чтобы у нас появился непрерывный непрерывное соединение между клиентом и сервером. Давайте же проверим это. Запустим наше приложение. Аналогами Flux и Mono в RxJava это является Single. И по-моему Rx у них есть класс. Я просто не так много работал, но вот Single это полный аналог Mono и какой-то есть для Flux, для большого количества данных, я не помню точно. Возможно, если есть в зале люди, которые работали с RxJava, вы можете подсказать аналоги. для меня вот эта терминология на педу и вижу, и поэтому так, тяжеловато воспринимается, так что, если что, можешь чуть-чуть прояснить именно Flux, Mono, что они… ну, как я говорил, я вот проводил аналогию с… сейчас покажу в презентации, проводил аналогию с Java 8, то есть в Java 8 у нас есть completion stage, который позволяет обрабатывать всего лишь один объект, и у нас это вот параллель к Mono, и вот есть у нас stream, который в Java 8, который позволяет работать с коллекциями, то есть строить какие-то пайпы, обработки данных, и вот аналог stream это Flux, который точно также позволяет обрабатывать коллекции данных. По-моему, то же самое, я просто вот вылетел из головы, сингл это вот как раз аналог Mono в RxJava, и какой-то есть аналог RxStream аналог Flux. RxJava, 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 просто там идентичные методы. Вот могу просто показать список всех методов, если интересно. Я, честно говоря, джейсон пиво имеете ввиду. Вот не знаю, честно, не пробовал и не интересовался. То есть все эксперименты можете проводить сами. Я хочу вас заинтересовать в этом. На продакшен ему еще рановато. Да, на продакшен этому всему рановато, потому что это еще вообще сырое-сырое, это снапшоты практически все. И, как я говорил, 5-й спринг релизнется только в первом квартале 2017 года. То есть, как минимум, нам полгода или даже чуть-чуть больше придется подождать, пока все стабилизируется, пока все баги пофиксят. И, скорее всего, в интерпризе как минимум через год-полтора такое начнут использовать. Итак, я выйду из презентейшн мода, чтобы было удобнее посмотреть список всех методов. Да, увидеть. То есть, очень похоже. Есть defer отложить, есть empty flags, есть создать, объединить несколько флаксов, например, или других паблишеров. А, извините, ESET он быстрее, чем менты, да? Быстрее, чем что? ESET быстрее, чем Менты есть? Не совсем понял вопрос. А у вас empty есть метод, ESET, ESET, он быстрее, быстрее, чем менты? Он здесь есть, я поверю, что? Да. А ESET он проверяет. проверяет, да, проверяет. То есть, он по способу повторяется. Я скажу так. Я... рекомендуют ESET, с чем, почему, с чем вопрос? Они рекомендуют на форму использовать ESET, а другие использовать как это реализовано в Project Reactor, я не скажу, так как я еще очень глубоко в него не успел погрузиться. Собственно, вот и ответ. У них там просто целая своя наука у Project Reactor и есть ряд статей от Дэвида Корнака, который принимал активное участие в разработке этого проекта. И, собственно, у меня есть в конце моей презентации ссылки на его статьи, на его блог, где он рассказывает, как изнутри работает Project Reactor, там целая своя наука, как они оптимизировали, насколько он быстрее, чем даже та же самая RX Java, даже RX Java 2. То есть, это все есть в его блоге и вы сможете это почитать, если вам будет интересно. смотрим, или запустилось, точнее, наше приложение по всей видимости запустилось. Да, приложение запустилось, что уже хорошо. Теперь пробуем получить наш Event Stream. И почему это случилось? Возможно, я ошибся в названии. Что-то пошло не так. Ага, да, я забыл добавить одну важную аннотацию. Собственно, мы пытаемся возвратить поток данных таких, как я забыл добавить одну аннотацию, это requestBuddy, так как мы возвращаем объекты, а не view для рендеринга. Собственно, стоит ее добавить. Да, она может подойти, просто я хочу этот же контроллер еще использовать для рендеринга индекса HTML. да, да, все правильно, спасибо большое. отлично, наш сервис запустился сервер и пробуем. Да, наши данные возвращаются, при том, в качестве доказательства, что это все-таки pipe, а не нам возвращаются наши данные по два. Я хочу обратить то, что они каждых два сета приходят в случайном порядке, что означает, что сначала у нас пошел один запрос, потом второй запрос, и какой-то из них либо вернулся раньше, либо вернулся позже. То есть, это показывает, что все-таки данные идут как бы через трубу, скажем так. И теперь давайте же сделаем отображение всех этих данных, чтобы наше приложение было похоже на то, что было изначально. Писать JavaScript и HTML я не буду, я просто покажу, что есть вот такой вот индекс HTML файл, очень простой, в нем практически ничего нету, есть просто ул, список с ID-шником. Я подготовил вот такой вот скрипт с названием AppJS, в нем ничего сложного, просто jQuery плюс нативный браузерный API для работы с event-стримами. Я подписываю собственно этот event-стрим, и дальше при помощи jQuery как-то отображая наши полученные данные в real-time, скажем так. Давайте добавим собственно метод, который будет возвращать нам этот индекс HTML. Раскомментируем вот этот. Вот так вот сделаем. И по идее так оно должно заработать. отлично наш сервер запустился и пробуем. Ладно, не вышло так, сделаем проще. Обратимся напрямую к нашему файлу. Зачем изощряться? Собственно вот наши данные. Чтобы доказать, что это все происходит в real-time, давайте откроем наш weather-stream в хроме, дебайкере хрома, и видим, что нам приходят каждые три секунды какие-то новые данные. То есть наше приложение можно сказать отображает погоду в реальном времени. Давайте добавим погоду из Украины, а то из Брюсселя и Лас-Вегаса. Это, конечно, знать, как у них там. У них там тепло, особенно в Лас-Вегасе. Но что у нас в Украине происходит? Для этого отредактируем файл weather-properties, application-properties. Вот, ничего сложного. И добавим погоду из-за Львова, к примеру. Можем не перезапускать, а всего лишь пересобрать наше приложение. Все-таки перезапустим. И вот мы имеем погоду из Киева. Наше приложение работает в реальном времени, что и хорошо. В Киеве холодно. Собственно, на этом я хотел бы подвести к концу свой доклад и прошу задать мне еще какие-то вопросы, если у вас они возникли. Тут вы можете найти полезную информацию, связанную с реактивностью, реактивным вебом, посмотреть видео совсем недавно на девоксе. Ребята из Spring показывали тоже демонстрацию написания. У них намного было масштабнее приложение реактивное. И если вы хотите нырнуть глубже в реактивность, в реактивный Spring, советую вам посмотреть. Это последняя ссылка из YouTube. Вопросы? Прошу. Вопрос о следующем скажите, а если вот вопрос спасибо за него. Вопрос следующий, а если задача стоит на десктопе и спринга. То есть десктопа мы писали, мы сначала у нас был такой проект, мы писали на свинге и его интегрировали со спрингом. Ну, нужен десктопный был клиент, чтобы человеку кому-то удобнее так, кому-то так. В общем, все закончилось тем, что пришлось писать на VPF, на C-Sharp клиент, вместо свинга. скажите, а есть ли тут какие-то возможности именно для интеграции? Меня еще вопрос интересует подключение библиотехнистского уровня на сисе какая-то математика или какой-то спецепт подключить. Если без написания нативных функций, то есть есть какие-то еще питания? Насколько я знаю, интеграция с клиентом у них слабенькая и, по-моему, спринг в основном нацеливается позиционирует себя как web framework это в первую очередь. Соответственно, согласен, это Java. Но я просто не стыкался с таким использованием. Поэтому не скажу. Вот ты там показывал, есть несколько компаний собрались, Rays, потом еще Spring, и они придумали какую-то спецификацию. Можно попозговор назад? Верем. Вот это 1AP. Это что означает? Они придумали так и называется это Reactive Streams. Это спецификация Reactive Streams GPM. Эта спецификация была создана компанией Netflix Pivotal и TimeSafe. как бы они придумали вот такие всего лишь 3 класса. Она необъемная. Там 4, чтобы не соврать. И эти классы описывают, у них есть ряд правил, по которым они должны работать друг с другом. И эта же спецификация, она входит в Java 9. то есть они создали спецификацию чисто для себя, для комьюнити. И Дубли посмотрел на эту спецификацию и сказал, что давайте мы ее включим в Java Reactor. Вот эти Mono класс, Stream, Эти классы, эти Mono и Flux, они чисто относятся к Project Reactor. Они все наследуются от классов таких как Publisher и такие как Subscriber. То есть они как бы их наследуют. И Project Reactor будет полностью совместим с этой спецификацией и будет полностью совместим с Java Дивиадой. То есть это то, о чем я говорил. Что они решили создать общий язык для общения всех гиблиотек. Точно так же RRJ Java 2. Она поддерживает данную спецификацию и имплементирует эти методы. И точно так же Adka Streets, так как они были тоже основными контрибьюторами и спецификации разрабатывали они тоже включили ее в свои Adka Streets. А эта спецификация это JSR какая-то? Ее можно найти по ссылке которая приведена в ресурсах. Вот ссылка Reactive Stream Pickup можем на нее перейти. Собственно это GitHub репозитория открытая никто ничего не скрывает и в общем вот тут все описание данной спецификации что она в себе несет какие в ней есть классы и как эти классы между собой должны общаться. Это входит в Jam сейчас скажу 266 Java Util Concurrent Flow пакет еще там появится новый пакет Java Util Concurrent Flow в нем вот эти методы там их немного всего штук 6-7 много Спасибо Спасибо Что из этой спецификации может работать в четвертом спринге Вы в принципе можете к своему четвертому спрингу подключить проект Reactor он как бы ничем против это отдельный проект отдельная библиотека которую вы можете подключить и собственно вы можете project reactor заменить например ту же самую rig java например чисто ради performance java annual java но естественно оба этих проекта не являются более медленными чем нативный стрим то есть сиропа есть какой-то бархат и это медленнее чем нативное решение просто кого плана не для кого не секрет что вот эти вот вещи про которые вы рассказывали они начинают управлять в эффективность не с мелких приложений и не со средних а довольно-таки больших можно как-то оценить с какого количества запросов будет эффективно эти вещи внедрять свое приложение для того чтобы не перегружать его лишней сложности я проводил performance тест я его не публиковал так как я общался с тем же с теми же разработчиками из пивотов и не пока посоветовали его не публиковать на текущий момент реализация мвс в спринге четвертом раза в 4 быстрее чем такая реализация они это объясняют тем что еще код не оптимизировал то есть наверняка это будет оптимизироваться они говорят что возможно я неправильно что-то сделал то есть неправильно провел performance теста что тоже очень вероятно как проводил этот performance тест я просто брал айпи собственно айпи айпи клиент и запускал сервер и к нему обращался с помощью гатлинга и результаты гатлинга показывают что обычное мвс приложение может выдержать примерно 400 запросов в секунду без кеширования а такое приложение построена при помощи реактива всего лишь на текущий момент выдерживает 150 запросов в секунду это пример то есть на текущий момент такая использование такого подхода плохое вполне возможно что ближе к или за они повысят партнер но снова же тут надо понимать где стоит это использовать если у вас микросервисное решение какое-то скорее всего это будет это решение при помощи например реактивного подхода будет хорошо ложиться в данную архитектула если у вас обычное монолитное приложение то зачем вам эти проблемы зачем вам знакомиться с реактивными типами и прочим прочим использовать это в одном большом монолитном приложении то есть тут все зависит от того где использовать это этот подход хорошо ложится например в модель обработки данных мэти то есть это когда наши данные когда у нас не растет количество потоков а всего лишь есть какой-то и вент-клуб который постепенно все обрабатывает то есть вот этот подход идеально ложится в такую модель данных соответственно всю архитектуру надо отталкивать вот данные модели от модели работа дайте и дальше уже да да можно оправдать да ну как бы по первому числению стал очень похоже на плей фреймворк да вы не находите сходство я к сожалению с плей фреймворком не работал но они все я уверен одинаковые например вот функциональный подход объявления роутов будущего брэд партия тоже ничего нового и все черпает но от другого у меня еще вопрос если вы там страгивали тему кэширования как бы как вот есть что-то новое но сколько я знаю спринг отказался от какого-то решения фиширования и на текущий момент даже начиная со спринг а 4.3 используют библиотеку используют библиотеки кафе то есть это вообще сорт бать решения и оно быстрее чем какое-то стандартное я честно не помню не скажу какого было раньше но в текущий момент они советуют использовать реализацию кафе то есть это все изменения и в спрингер 5 на текущий момент пока что не импультировано кэширование вообще именно если это касается реактивного скажите что произойдет если на сервере появится какой-то extension ну на текущий момент если возникает какой-то exception на стороне сервера то это просто отображается в блоге и так как мы используем собственно рест вот рест контроллеры то ничего на сервер кроме 500 ошибки не приходит ну так на клиент при этом скорее всего да стрим оборвется то есть если придет exception то есть что-то случится например с интернетом у нас не пойдет то стрим оборвется как на этой модели бэкпрэша реализовывается в той, которая была сейчас ну да, в бета-маке именно в project reactor есть собственно subscription и который позволяет общаться между сабскрайбером и паблишером то есть он говорит сколько, например, нужно данных получить от другого паблишера, который производит эти данные и тот паблишер столько их и возвращает конкретно по уровне самого игра это зашито каким-то образом но если мы хотим сами управлять этим процессом нам придется имплементировать сабскрайбер и своими руками говорить сколько данных нам нужно и как их правильно ну сами регулировать бэкпрэш то есть библиотека, но вряд ли это сможет решить за нас так спасибо, классный доклад вопрос вот этот веб-клиент который должен заметить там будет мы не знаем будет ли там поддержка сервис-дискарбер скорее всего поддержка такая будет и это коснется Spring Cloud то есть они реактивность внедряют везде соответственно скорее всего на текущем ее пока нету либо на каком-то базовом уровне но итеративно они будут это внедрять из проекта в проект например Spring Cloud уже имеют реактивные реактивные типы поддерживают реактивные типы они свои примеры которые были на Devox они показывают пример работы с MongoDB потому что MongoDB имеет асинхронный драйв работа с базы данных соответственно они показывают как отлично работает с MongoDB так их флакс и реактивные типы вписываются в этот подход шаг за шагом они будут имплементировать это во всех своих библиотеках хорошо так есть еще 20 я думал код выложим на GitHub да код выложил на GitHub я к сожалению ссылку не оставил мы потом презентацию разместим да собственно на GitHub сейчас код есть и я его открою если выгодите у нас первый слайд да но и там на первом а один вот это форм из Spring One платформы который был в 2016 году то есть я как и говорил это топ приложения собственно весь код вы можете найти тут в мастере это уже готовое приложение которое собственно я вам демонстрировал только что то также вы тут сможете если вам будет интересно посмотреть performance результаты то есть запустить катлинг тест посмотреть что он выдает и если вы захотите сами с нуля написать точно такое же приложение то вот есть ветка стартер с которой я собственно начинал демку вы сможете шаг за шагом повторить то что делал я все если что то у нас это я на странице джанки а выложу там же появятся и записи докладов и презентации надеюсь у нас запись удалась видео вот если все то вопросов спасибо я бы хотел спасибо большое за ваше время спасибо я бы хотел так как эта встреча проходила в компании ипам спасибо ипам за то что нас постит вот пиццей кормит видео снимает я хотел бы поблагодарить Женю и Олега вот вам подарок от дипама сумочки я еще тут есть три футболки одна от дилайсика вторая я думаю одну самую маленькую нет пиксель вот самая маленькая вот я вам дам вам дам вот активное участие и давайте еще кто тут еще двое людей активно вопросы или кто-то там комментировал задавал кого мы да хорошо вам больше любушки нравятся или джи ластик а не оба excel хорошо да джи ластик да еще кто кто тут да хорошо и теперь еще c ипам да хотя у нас есть две лицензии на интеллиг идея ну вернее не на интеллиг идея а на любой продукт JetBrains вот и еще две сумочки давай ты назовешь да сейчас с помощью рандомайзера первые четыре человека которые у нас получатся давайте так решим что первые два у нас получают по сумке вторые два полиции может сначала сумки давайте через одну начинаем с чего с сумок с сумок с сумок я что-то подержу значит первую сумку у нас получит Марк Ковалев АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лицензия получается Юрий Велко АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующая сумка Влад Ткаченко и лицензия Дмитро Михеевский. Хорошо, спасибо всем, не скользкой дороги, следите за нашими следующими анонсами, ну и приходите, удачи!